Приехали к морю. Это уже хорошо известное нам место. Мы здесь бываем часто. Решила вам показать девица с красивыми желтыми цветочками. Не знаю, что это за цветочки такие. Сейчас подойду поближе. Вот этой стороны они так достаточно низко. На высоту вытянутой руки можно достать. Смотрите, какие красивые. Такими колокольчиками и гроздью большой. Погуляли мы немножко с мамой по бережку. И увидели вдалеке там заброшенную гостиницу. Хотим сходить туда и посмотреть, поснимать. Просто интересно, как это выглядит. Много раз проезжали мимо этой гостиницы. И вот сегодня выдалась такая возможность подойти поближе к ней. Вот видите, там спасательные жилеты. Тут водный спорт. Вот такие лодочки. И вот такая лодка. Ну а мы сейчас идем с мамой в заброшенные гостиницы. Глянь, от пальмы кусок. Какой дырный. Деревянный. Кусок от пальмы? Да. Он, который срубывал. Ну да, да. Я думала, они как целую, а они деревянные. Нет, они как такие чешуйки деревянные. Лодочки, кораблики тут. Это что-то тоже какая-то костиница заброшенная. Или нет? А, это Паламбич вот этот. Я думала, что мы тут пройдем. Приват. Да, да, приватная резиденция. Лучше не пойдем, я боюсь. Ну а что, нельзя там как-то мимо вот так обойти? Можно написать на приват. Ну давай посмотрим, я не знаю, может и приват, не приват. Я вот это боюсь, потому что через проник. Я сейчас посмотрю просто как. Да, ты видишь, там вообще ничего уже не работает. Там уже никого нет. Никакой приват там. Ну не знаю. Ну а как нам туда пройти? Не, я боюсь. Я так не пойду. Ну хорошо, а как нам выйти отсюда? Вот мы хотим отсюда сейчас выйти. Мы им просто скажем, что мы ищем наружу, как выйти отсюда. Скажем, мы тут первый раз. Туристы заблудились. Как же нам попасть к этой гостинице? Оно вообще, видишь, нежилое выглядит. А, вон там что-то открытое у одних, да, может там кто-то. У одних. Это, наверное, сторож там живет. У веранды открытые. Это что там? Светлана. Думаешь, те, что с цветами эти открыты? А там он тоже цвет, там цветы, но они какие-то засушенные. Вот интересно, как эти люди вообще на пляж ходят? Форсейл, видишь, продается, продается. О, а тут бассейн запущенный. С водой. С водой, да. Бассейн там. Вот, вижу людей там, люди ходят внутри. А где они выходят? Вот интересно, а может им сказали, что вы ограничены бассейном, а на пляж ходите в обход куда-нибудь? А, ходите в обход. А что, они будут прыгать здесь? Смотри, ни калиток, ничего нет. Нам туда нельзя, а им оттуда нельзя. Цветочки нравятся? Пахнут? Ну, еле-еле. Я, кстати, эти еще не нюхала. Какие красивые. Ну да, слегка пахнут. Красивые. Ты посмотри, разный цвет. Эти розовее, а эти, это другой куст. Думаешь? Да, это вот один куст, это второй. А там еще, видишь, более красный. А, нет, это другой цветок. А здесь еще краснее. Еще краснее. Да, здесь можно пройти, наконец-то. Мы там будем обходить все это. всю эту частную территорию. О, какая зелень тут. Ну, видимо, какой газон. Частично. Видела же, там несколько человек жило. Ну, смотри, гибель, сколько. Потому что вроде бы как... Потому что вроде бы как... А тут сосика. Как-то. Такая тут стояночка, а там море. А там луна уже вышла. Это здесь частного образа. Можно приехать. Лучше не может. Да. О, а тут еще другая какая-то деревня. Как сказать. Ой, у меня волосы соленые. Наверное, мы можем здесь прийти, да? Да, наверное. С этой стороны. Дорога что-то не частная. Ой, смотри, кошка развалилась. Вот кота везде можно ходить. На любую частную территорию. Ты дикая или нет? Я тебя не буду обижать. Возмущается? Да. Ну ладно, не трогай. Ну что? А, ты мявкаешь. Пошипела, теперь мявкаешь. Я не буду тебя обижать. Ой, смотри. Симпатичные домики. Интересно, пансионат или частный. В принципе, и на частный похоже. Да, может быть, частный, да. Так, а вот она, эта гостиница, к которой мы шли. А мы так насквозь пройдем, да? Насквозь, не знаю. Может быть, она тоже охраняемая. Если не получится в нее войти. Ну, в принципе, да. Только если перелезем через этот овраг. Через... Что это такое? Разрыли тут что-то. Трубу, наверное, прокладывать будут. А, конечно, здесь... Или нет? Да. О-о. Слушай, я, наверное, там обойду. О, смотри, кто-то щебень выкинул такую. Может быть, какую-то яму залатали. Для стройматериал ненужный. Поближе гостиница. А это что за дырочки? Какие дырочки? Это все на планете они прилетают. Какие дырочки? Я думаю, что... А вот я кругом встречаю. Насекомые. Я думаю, что... Возможно, там какие-то насекомые. Может быть, яйца сделали, а потом вылупились. Ну, какое я стекло нашла большое. Может, от чьей-то фары? Да, он такой большой. Жалко. Вот интересно, это недостроенное или это уже было построено и потом разрушено, интересно? Да, я думаю, недостроенное. А до этого мы видели, мы спросили, вот он нам сказал, что... Да, оно красное, внутри тоже красное. Вот, вот была другая такая же, мы там проезжали, говорит... Верх красный. Говорит, муж работала. Видимо, работала. Видимо, это тоже работало. Это, видно, может... Не знаю, конечно. Может, ремонтировать собирались. И написано, продается с той стороны, с переном. Ну, место, а что, то, что тут как его восстанавливать? Тут так все строится одноразово. Интересно, сможем пройти вовнутрь? Левим в бар, в барбер-шоп. Парикмахерская. Ой, глянь, вход открытый. Представляешь, какая была бы хорошая гостиница? Интересно, как. А там кто-то мебель выкинул. А цветы такие, помнишь? Такой персиково-оранжевый цвет. Только солнце... А, вот, вот так. Тень создала, видно теперь, какого они цвета. Красиво. Ой, один цветочек упал. А, хотела взять. Днем, наверное, раскрывается, вечером закрывается. Ты знаешь, я их только в таком состоянии и видела. В другом не видела. Пальмы, смотри, заросшие, видишь, живые еще. А они стригут их, смотри, сколько лет их не стригут. Их же надо стричь, чтобы такого не было. Само отпадает. То отпадает, то висит. В коробке от холодильника. Да. Музыка два. По два. Наверное, паркинг. Или нет. Там откуда-то свет, наверное. Ну, похоже на паркинг. Мама, я пойду вовнутрь, посмотрю. Ну, конечно, есть чем упадать, но надеюсь, что не упадет. Вроде бы держится. Не хочешь туда? Я скажу, посмотрю. Ой. Сейчас просто пройдусь. Хотя бы здесь, по первому этажу. О, там лесенка. Можно и выше подняться. Там в подвал ведет. Тоже лесенка. Вот жалко. Такая гостиница была, наверное, хорошая. О. А тут, наверное, живет кто-то. Не знала, что на Кипре бывает такое. А там бассейн был. Да, небольшая, конечно, площадь тут. А то уже машины на другой территории стоят. Ладно. Пойду назад. Мама меня зовет. Переживает, чтобы у меня на голову ничего не свалилось. А это, наверное, шахта лифта здесь. Точно лифт, смотрите. Это лифт был. И он тут застрял. Все, пошла на выход. Все, удовлетворила я свое любопытство. Посмотрела на эту гостиницу. По-моему, называется Ева Хотел. Продолжаем нашу прогулку дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!